Послание Якова Послание Якова Послание Якова Послание Якова Послание Кримплина Послание Кримплина По благодати Божьей через веру Без никакого дел Без съемёнам, что благодатью Они спасаны через веру Все не от вас, не от вас Чтобы никто не хвалился До того, как вот эти слова были Даже и Послание Якова И он был во время Это особый период во время истории книги Вианя. И вот то, что мы видим здесь на нашей карте, что здесь это Ветхий Завет. И вот понятно, что если человек хотел иметь прощение грехов и спасение, ему надо было выполнять какие-то дела, соколы. И никогда не было никакой уверенности в спасении. Там ты был спасен, поскольку ты сделал то, что Бог сказал. И один день ты можно было бы быть спасенным, а второй день уже претензии были, потому что не было искупления нашего Господа Иисуса Христа. То есть был кровь отцов, было кровь животных, которые только смог закрыть или покрыть грех. Если здесь был грех, эта кровь смог бы только его покрыть. Бог знал, потому что Бог, Он безбесущий, безвсезнающий, у Него предознание. Он знал, что Он собрался сделать. И, конечно, книга Галатам объясняет, почему. Было столько лет, пока Христос пришел, когда Он пришел. И Бог знал, с самого начала, что Он собирался сделать для прощения грехов. Бог знал, и поэтому Он дал временное такое покрытие, которое, но этот кровь животных не смог унистажать грех. Я могу его покрыть, но он все-таки еще там есть. Понимаете? И так и делают много людей со своими грехами. Они пытаются покрыть ее с религией, с крещением, с какие-то там обрядами или что-то, но, тем не менее, он еще там. А написано в Библии, что кровь Иисуса Христа унистажает грех, удаляя, его уже и нет. Понимаете? Вот разница между пролигией и живая верой. Так что в Ветхом Завете никогда не было никакой уверенности, потому что это была система, на которой он стоялся на дела. А сейчас мы спасаемся через веру. И все, без никакого дела. Это благодать, благодать – это незаслужимое твое дар. Это какой-то Бог тебе что-то дает, которое ты незаслужил. И Ивангелие – это когда Бог дает тебе и прощение веков, и спасение от века, и дает тебе даже оправдание, и вменяет тебе Его право. Он просто даст тебе то, что у тебя нет. Он даст тебе именно право, но необходимо, чтобы быть в районе. Потому что Бог сказал, что ничего греховного, ничего грязного там не будет. Но во время вот этого перехода от Ветхого Завета к Новому. Сейчас мы этот период видим, потому что апостол Павел это все открыл в послании Примлянам, Еписанам, Галатам, Филиппийцам, Колоссянам. Это все уже теперь открыто. Но для людей, для верующих, которые живут во время книги Деяния, это еще не открылось. Христос сказал, что вот, мне бы у меня много вам сказать, но вы еще не готовы слышать. И Он сказал, я тебе дам Святой Дух, и Он потом откроет тебя. После моего ухода. Так что люди, которые остаются еще в Ветхом Завете, а это неправо. И эта система уже сейчас, уже священства, это Ветхий Заветный такой учитель. Сейчас уже и суббота, и дела, и все снова. Это все еще в Ветхом Завете. Но в переходный момент от Ветхого Завета к Новому, ну, как сказали, было предложение вот этого царства. Этот период скорбь. Бог открыл им. Они поняли, что будет вот такой период. Даже здесь Даниил это хорошо открыл. И 60 недель от этого Даниила уже исполнилось. И есть промажуток сейчас. И этот самый последний 7 лет еще ожидает будущее исполнение. И это период. Писание говорит больше об этом периоде, чем о другом. Потому что это касается времени, когда сам Господь придет и будет установить его царство. Да, Библия говорила много. Даже у нас сколько там, 53, можно, ну, 53, я бы сказал. Именно детальные пророчества, касающиеся первого пришествия Иисуса Христа. И сбылось. И так, и по Ивануле там написано, чтобы сбылось, чтобы исполнилось вот то, что сказано пророк Иисайя, Иосии и так далее. И Еревие, и Даниил, у нас 53 детальных пророчеств, касающиеся первого пришествия. А что, что касается второго пришествия Иисуса Христа, я бы сказал, где-то там около 500. Ну, просто два перспективы. От Божьей точки зрения. Мы даем точку зрения на этот. Крест. Распятие. Люди говорят, ну, Христос воскрес, аминь, слава Богу, что Он воскрес. Но мы постоянно поставили вот это распятие. И от Божьей точки зрения, это не самый такой радостный день в истории человечества. Когда грешники грязные, нечистые, взяли Его или народного возлухленного Сына и мучили Его до смерти. Понятно? От Божьей точки зрения, это когда Иисус Христос, наш Господь, наконец, получает Его фракцию. Он, наконец, будет получить то, что Он действительно заслужил. И все будут Его подчинять. Вот. От Божьей точки зрения. Так что, это еще была тайна, когда книга Деяния была написана. И мы видим, что во время этого перехода был вопрос, бумаг не сколько учеников, они еще, как нам быть, что делать. Это было вопрос, книга Деяния, 15 глава, насчет теперь закон. Что нам делать? Нам надо обрезаться или нет? Нам надо выполнять закон, чтобы держать это спасение. Закон Моисея сейчас уже играет урок в нашем. Вот как все практически исповедующие, верующие сегодня говорят, что да, либо чтобы спасаться, или чтобы доказать, что ты спасен, или чтобы держать твое спасение, чтобы ты не потерял. Большинство, я имею в виду, 95% всех так и говорят. А эти вопросы были решены, но мы просто, как это так, что 95% всех верующих говорят, что какое-то там дела необходимо, чтобы... Разве они такие тупые и глупцы? Нет, они прекрасно видят в Писании, что есть вот такие вопросы. Так что, мы уже учили и говорили, и не будем повторить вот эти уроки, потому что, ну, в ранее времени, но надо правильно разделить Писание. Надо правильно разделить Слово Божие. И когда что-то непонятно, когда будет какое-то там протворечие, здесь выход из положения, это не просто менять Слово Божие. Выход из положения, не просто питаться глядко и как по-философскому вот объяснить. Ну, ты знаешь, это не значит, вот такое, ну, надо вот так. И они, как-то не знаю, как это, как конторщинность, я не знаю. В церкви есть вот те люди, которые могут из себя уже метр на метр на метр, или нет, полметра воняшник, и он вот так. Это как будто богослов, когда они видят что-то, которое ясно протворечит то, что ясно в голове Писания, они говорят, что это такое, нам надо либо менять Писание, они говорят, или нам надо быть как в себе. Они, они через вот всякие, они слышно скотские. Мы говорим, надо верить то, что Бог сказал. И когда нету действительно понятного какое-то объяснения, получается, что обычно есть и еще глубже откровение в этом. И послание Якова имеет, имеет вот такие здесь применения для всех верующих, общие, практичные. Но, как уже сказал, что Писание имеет три применения. Ты можешь взять любого стиха, из любого книга, любой книги, и ты можешь его применять в историческом смысле. Кто это написал, где он это написал, под каким обстоятельством, кому он это написал. И это историческое. Интересно. Интересно изучать археологию. Это совсем, ты можешь целую жизнь в этом поиске. Но это не даст тебе информацию и знание, необходимо, чтобы понимать Божье Слово. Историческое приведение. И еще есть доктриналное. А доктриналное говорит, что вот, Бог откроет через вот все эти события и личности, его план, Влад Человека, в общем. То есть, он решает вопрос, что правило и что неправило. Например, крещение спасает или нет? Правильно или нет? Добрые дела спасает или нет? Потеря спасения есть или нет? То есть, эти вопросы решаются, куда идут дёрфы. Все Божьи планы и его программа Влад Человечества, и особенно, что касается его установления, его царства, откроются в Писании в дартриналном смысле. А потом есть еще это третье применение. Третье применение – это практичное. Мы это называем духовное применение. Духовное применение – это значит, что я могу в любой стих, из любого контекста читать, я могу назидаться. Мне полезно. Мне интересно, мне полезно, и он меня способствует, моему взаимоотношению с Иисусом Христом. Ну, ты знаешь, это не значит, что доктринал на это было написано «Мне» или «Нам». Понимаешь? Ну, это важно понять. Так что, послание Иаков. Видно, что у него есть такой еврейский прискус. Раз. И когда у тебя есть уже дела с Иреем, как народ, как израиль, тогда всегда в этих контекстах есть вот вопросы, касающиеся великой скорби, потому что это называется, этот период называется «Время чашки, бедственное время от Израиля». Яков. Спасибо. «Бедственное время Яков». Написано в семинаре на Малдете. «Бедственное время кого?» Яков. И церковь, потому что церковь там нет. Ее нету там. В «Время» и Яков. И здесь опять это положение возвращается, как было здесь. И дела опять играют роль, потому что дела определяют, кто в физическом смысле. В физическом. Просто мы говорим, если ты спасешься, ты тогда умрешь, и ты попадаешь на Украину. И это правда. Это правда, но многие забывают, что Господь будет на земле установить Его физическое, материальное, видимое царство. И когда люди теряются в этих фактах, то есть тогда и вокруг подобных вопросов есть вот такие татаракальные путь, которые уже появились. Это свидетели Якова. Они хотя бы видели, что есть эти факты на том, что будет царство на земле, но они полностью перепутят. Это вообще ужас. Ну вот. Так что, в послании Якова видно, что у него есть этот диарейский привкус. У него это привкус скорби, потому что здесь упоминается вера и дела. Скоро мы уже переходим на вторую главу. В третью главу. И там дела, 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 вера и дела. Вера без дела, вера без дела, вера 2, то есть мы здесь постоянно видим вот эти три момента, которые говорят нам, что допринамное применение послания Якова в допринамном смысле принимается здесь. Скоро. И это значит, что вот, мы можем послание Якова читать, и мы можем получить на задание благословение, ободрение, облачение, а мы можем поближе к Господу. Но есть моменты, когда это невозможно буквально применять послание Якова здесь, сейчас, в этом периоде. Потому что полностью противоречит. И здесь вращение не просто унистажает послание Якова. Мартин Лутер, это празднует его, это реформация сейчас в Украине. Мартин Лутер сказал, что я бы хотел жечь Якова. Он сказал, что послание Галатам, он сказал, что это моя Катя. Катя была его жена. Он так любил, потому что Галатам объяснил так подробно, что уже закон и дела не спасают. Галатам и послание к Римурум, это просто было как. А Яков, он просто, он не знал, что делать с ним. Он сказал, я бы хотел взять и свой камин. Камин, вот, зажигать огонь в моем камине с Яковом. Он, конечно, говорил, ну, как мне говорили, ну, сарказм было немножечко, но это говорится, что у него была фрустрация. И не надо было какая-то фрустрация, надо просто ответ находится, наверное, правильно, в разделе, с пол-листом. Так что, мы уже дошли до 27-го стиха. Чистая и непорочная благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призрак-сирот и вдов век скорбьяк и хранить себя неосверненным от мира. Самое первое, что у нас в Библии Карла Якова, у вас это слово «благочестие», это один из этих малых моментов, когда у нас на английском находится слово «религия». Слово «религия». Синоним для слова «религия» это здесь, как у вас, «благочестие». Это когда человек что-то там делает, начнение с Богом, «благочестие». Здесь уже слово «честь» и «благо». Или у вас, или можно сказать, «религия». Чистая и непорочная, то есть религия, у тебя религия есть, мы говорим, что, ну, иногда, я говорю человеку, я не религиозно. Религия – это то, что человек делает, чтобы оправдать себе. В христианстве, это когда человек именно делает то, что Бог говорит. Имеет. Имеет. Имеет, чтобы иметь прощение. Вот, разница. Ну, тем не менее, мы понимаем, но иногда стоит пролить различить, смущать людей. Он сказал здесь так, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть. И в прошлый раз обращал ваше внимание на то, что есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Вот такой просто стил драматик. И это называется, я не знаю, как это называется на русском, но называется хенген. И это значит, что один – посредство двух. И часто, когда свидетели Яковы пытаются доказать, что Иисус Христос не Бог во владе, они стираются на такие места в Писании, где используют двух как титул или имен, но говорится об одном. И это просто действительно еврейский стил на речи. Это речь еврейского стила. И здесь обращайте внимание, вот. чистое пред Богом один и Отца. А здесь два или один. Когда есть один – это Бог, и есть другой уже – это Отец, и потом Сыль, и Святой Дух, и потом Троица, и потом… Это абсурд. По-моему, даже об этом говорится наше дьявол. Иисайя, кажется мне, 27 глава. Я помню, у меня был разговор с неговистами. Насчет этого. Я начал им показать. Да, да, это здесь. Я ему показал, и он… Даже у него два дьявола. У них есть просто два Бога. Они говорят, что вот они меняли это слово «Бог». Это Евангелие от Иоанна, где говорится, что «Единородный Сын», а меняли слово. Они пытались там сказать, что это «Единородный Бог». Маленькая буква теперь. Они меняли. Там написано «Единородный Сын». И это уже говорится о божественности. И они говорят, что «Единородный Бог» – Маленькая буква. Так что у них два Бога. Один большой, с большим буквой «Б», и второй – Бог. «Бог». Разве это не есть? И вот здесь это пророк Исаия, 27 глава. «А в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и волшим и крепким Левиафан, змея прямо боющего, и Левиафана змея, изгибающегося и убьет чудовище морское». Видишь? «И» для Левиафана. Видишь? Это «И». Это тоже вот такое. То есть имеется в виду дьявол, имеется в виду сатана. Используется две вот такие выражения, говорится об одном. Это очень такое политическое, поэтическое такое стил речи. И это чисто такое еврейское стил. И вновь, и вновь вы увидите это. И в Ветхом Завете, и вновь. Это не значит, что есть два Бога. Это не значит, что есть один – это отец, и вот потом сын – это совсем другое. Нет, это говорится иначе. Есть троица, есть один Бог, и сущность Его в этой троице. Аминь. И все. Хорошо, в следующий момент здесь послание Якова, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверленным от мира». И интересный стих. Так что, если ты пытался достичь спасения и небеса, посредством этого стиха, ты погибаешь и ты будешь гореть водой. Спасение – это не через добрых дел. Понятно? Здесь не упоминается вообще смерть, покровение, воскресение Иисуса Христа. Вот. «Чистое и непорочное благочестие». Самое чистое и непорочное в религии. Это какая? Что благотворительные фонды нам надо заниматься? Второй. Вы понимаете проблему? Увидите? Надо делать добрые дела. Надо ухаживать за силами. Мы понимаем, что в контексте, может быть, не совсем нет спасения. Но мы опять здесь видим, что вот в контексте этого. Все уже является. Когда сатана так делает этот мир, что невозможно ни покупать, ни продавать, ни поменять, без этого начертания здесь или здесь, его имя или его число. Тогда, да, особенно для евреев, которые уже откажутся от этого антикриста, другие верующие, которые тоже откажутся. Тебе надо немножечко делать добрые дела. Тебе надо вера и дела вскоре. Это ясно. И это вид. Следующий момент. Здесь это интересное вот такое слово, которое Святой Дух себя выбрал здесь. Неоскверленным от мира. Неоскверленным. А как это там для Карла Якова? Это посещать не имеющих обязанностей. Нет, конечно. Неоскверленным. Неоскверленным. Именно это слово. Незапятным. У меня детская книга, я хотел его взять с собой. Есть вот такая детская книга, где была одна группа людей, и у них были вот такие пяточки на себя. И они были самые модные, самые красивые. Они вёл себе как они вот такие. И потом были те, которые не были этой пяточки. И они презрели. Они именно с высоко смотрели на них, потому что у них не было вот этой пяточки. И, конечно, вывод, что надо убить людей, пока есть, надо убить людей, и даже те, которые чуть-чуть отличаются от тебя. Но в духовном плане интересно, потому что это незапятными. 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 Это интересное слово. И это слово, как сказать, поймается, тут и там в Писании. Бог сказал, когда Он хотел, чтобы установить и учить людей в этом завете насчёт жертвы. Этой жертвой был пророст Иисуса Христа. И Он сказал, что они должны быть без что? Без пороков. Без пороков и без пятна. Без пятна. Интересное такое. Смотрите, пожалуйста. Об этом говорится. Здесь смотрите, пожалуйста. Давайте. Первая Петра. Первая Петра. Первая Петра. Первая Бала. И в книге «Откровение» упоминается, если там несколько животных. Ну, противоположные. Двух из них. Или двоих из них. Один – это было, конечно, Сатана. И второй – это наш Господь. Он их противоположный. И чтобы говорить о Сатане, Он сказал, что Он – зверь. И сказал, что Он – дракон. Так? А есть другие звери там тоже, касающиеся Его. И потом, когда противоположная была Анца. Но Он без пятна. Интересно. Вот первая Петра. Первая Бала. И давайте 19 стих. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Анца. Без пятна. Давайте дальше. Евреям. Девятая глава. Смотрите. Еще пару страниц. Обратно. И уже евреям. Девятая глава. И 14 стих. «То, коли пашет кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть вашего от мертвых дел во служении Богу живому и истинному». И опять здесь упоминается вот это слово «пятно», как это перевели из Библии Карла Яковлова. Насколько больше кровь Христа, который через Вечного Духа принес себя без пятна Богу? Без пятна. Без пятна. Посмотрите, пожалуйста, Откровение 13 глава. И был один из этих зверь, связанных с Антихристом и Его Царством. Откровение 12 глава и давайте с первого стиха. «И стал я на песке в морском, и увидел выходящего из моря зверя с синюю головами и десятью рогами. На рогах Его было десять лет на головах Его имена богохунные». Ну, это говорится о царстве физическом, которое связан с сатаною, истории человечества и тоже вот этих царствах, которые будут вокруг Него скорби. Второй стих. «Зверь, которого я видел, был подобным варсу». Это леопард. «Ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у луа. И дал ему дракон силу свою и престолу свою великую власть». Теперь откройте, пожалуйста, Еремея. Еремея, 12 глава. Эти все эти три животные, они очень интересны. Почему Святой Дух, когда он хотел, когда он хотел сказать нам насчет антихристия, его царства, он сказал, он именно выбрал эти животные. Именно эти. Леопард, лев и медведь, они, во-первых, написаны книги Даниила, 7 глава. Это раз. И получается, что это было царство до первого пришествия Иисуса Христа. Это была Персия, это была Греция и это был Рим. Это до его первого пришествия. А до второго пришествия, это еще три империи. И это, получается, это Англия. Это было в России. В России нет уже Соединенные Штаты. Соединенные Штаты больше упоминаются как этот леопард. И леопард, у него белое животное. Живот. Живот, именно. Живот. У него желтая кожа, в общем. Чёрный. 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 И Святой Дух даст нам объяснение, что это такое. И он связался с расами. Иеремия 13 глава. 13 глава и 23 стих. Чёрный. Может ли, ипиокиянин. Он уже бог расист. Переменит кожу свою. И кто? Барс. Барс. Вот этот леопард. Своим. Пятый. 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 Чёрный. Он чуть-чуть похож на гум. Как целовал. И что люди делают, когда они хотят поклоняться. Идолопоклонствами занимаются. Есть рим, изображение, золотое, по-моему, если я не ошибаюсь, изображение истукан Марии. Настолько они поцеловали ноги ее, она уже есть ирочка там, через золото. Бог сказал, когда Илья у него был этот праздник самосожалений, я единственный, я единственный, и Бог сказал, нет, у меня вот уже еще четыре тысячи, четыре тысячи, четыре тысячи. Четыре тысячи, которые не поклонились, вау, вау, и не что, поцеловали, и телцы, поцеловали. Поэтому, по Библии, целование – это жест поклонения и поклонства, поцеловали. Что батюшки делают? Ручку делают. Целуют? Что Иуда сделал? Целование. Целование. Пятное. 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 То, что это факт, интересный факт о животных, это что барс, этот, левар, этот медведь, и этот лев, они очень территориальные. Территориальные, да? Территори они охраняют, и они им нравится взять свои палки, и они делят заметку на дерево. На дерево. Бабу, подобно, как, что? Как человек. Территори. Так что сатана всегда хочет поставить свое напечатка на тело. Есть этот напиток. Монстр. Монстр. Напиток. И там три. И то, что очень интересно, это в том, что по еврейскому, по еврейскому, это, да? Ничего не видно. Ничего не видно. Ничего. Ничего не видно. Только чего. Они делают монстр вот так. Как будто зверя какой-то. Монстр. Ну, получается, что это цифра, это шесть. По еврейскому. Если ты хочешь жить, очень интересно. Иди туда в Одессе. Я однажды, мне надо было ждать ремонт на стол. И возле нашего лав-паштампе. У меня было дело в лав-паштампе. Я остановился, мне надо было где-то там поработать. Интернет. И я видел, что там открылся новый такой кафе. Называется Бенедикт. Где у них есть, ну, завтрак. Целый день. Когда ты даже вечером туда выходишь, они говорят, доброе утро. Ну, я там остановился, покушал немножечко. А потом, ну, пошел туда в полет. И у них там был прозрачный пол. То есть, и они поставили какие-то там очень интересные... Ну, чуть-чуть это беспокоит человека, когда скажешь, что там ничего. Просто глянное, прозрачное вот такое пол. Но они поставили там какое-то там гнездо, были какие-то там яички или что-то. И там они поставили банкнот из Израиля. Чтобы видно, что здесь евреи. Ну, это банкнот из Израиля. Я посмотрел на него. И самое такое выдающее... Ну, самое то, что... Ну, уже базар, что бросается на этот момент... Прямо банкнот из Израиля. Интересно. Ну, вот. Хорошо. Святой Люк использует слово. И закрывает. Это было просто декоративное. Было коробочное. И они делали как вид 3D. Вот там, где они пытались сделать вот этот картинь. Издалека было вот это. Интересно. Ну, вот. И еще. Святой Дух взял это слово. Барс. Он дал ассоциации. И эти ассоциации было уже с ихнем. Черным. Это значит, что этот диапарк сейчас занимается полной мировой интеграцией. Интеграцией. Потому что, если черное, это облицетворяет или это символ? Хама. Тогда этот диапарк у него есть белое. Это уже ефет. И уже желтая кожа. Это везде уже и зим. Так что, мы видим сейчас. И люди не понимают по всю Европу. Почему? Не могут. Они все против вот этого. Но даже и против воли народов. Они и делают в войнах. Везде. Поднимают. И сильные в Европе. И они все их перемещают. Все эти разные. В Америке у нас люди из Малия. Как они туда пошли? Мы не знаем. Но вот они. Вот здесь у вас. Потихонечку. Европа. Они говорят, что мы не узнаем Европу уже через год двадцать лет. Сим хамм яфет перемещается до полной интеграции. Когда все народы потеряют свои черты. И Даниил дал нам достаточно информации, чтобы мы знали, что будет мировая культура. Все эти черты у народов падают. Все одевают одинаковые уже. Раньше все были, ну, отличались. А сейчас арабы, китайцы, японцы, хамм, яфет. Они все одевают. Уже мировая культура. Просто полная интеграция. Но интересно, что Бог этот завал. И так что? Божий народ и тестерант. Я не понял, что она сказала. Вышеванки, вроде. Уклиновцы, кпереди нет, вышеванки. Я объясняю, что это не будет. Я объясняю, что это не будет. Я даю, что это не будет. Я даю, что это не будет. Чтобы Господь сговорился о его народе. 25 стих сговорился о церкви. И он сказал, чтобы представили ее в себе славную церковь. Не имеющие, не умеющие... Чего? Катан. 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 Да, порой. Саганат всегда пытается поставить его петром на вас. Бог говорит. Нет. Еще. Еще давайте. Второе послание Петра. Второе послание Петра. Вторая глава. 12 стих. Они пока бессловесные животные и звери. Вводные природою, рожденные на уловление и истребление злословия, то, чего не понимают, в растении своем истребляции. Смотрите, пожалуйста, еще чуть-чуть подальше из 13 стих. «Они получат возмездие за безаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневное роскошье...» И сейчас, как это? Сламники. 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 И аспирники, они наслаждаются обманами своими, первшествою сламников. То есть, были не спасенные люди. Здесь как это срамники? Что это? Слышь. Ага. Срамники. У нас, на видео Карла Якова, у нас они в пяточках. Пятнадцатые. Пятнадцатые. Как есть... Ты знаешь, когда у тебя белая рубашка, все чистое, все так красиво, собственно. Ну, а есть одно черное. Так. Божий народ чистее, без пятна. Аминь, аминь. А дьяволские евреи, им нравится... Именно, чтобы было пять. Я помню, первый раз, я... Я вообще чуть-чуть... У меня было ужасно. Я и занимался книгой деяния, книгой откровения. Начал изучать скорби, все остальное. Начал углюдаться, там, начертание зверей, это пятно. И я помню, когда я пошел и посещал, было вот на работу, мне надо было, я стучил по двери. Женщина пришла к двери, и у нее было черное оттяночное, прямо за ней. Я вообще перепуган был, уже было такое, как, я не знаю, фильм ужаса или что-то. И потом я помню, что католики, они на среду, до Пасхи, они берут сажу. Они идут уже туда, на эту батушку, вот псевдуют его, и он берет эту сажу и прямо вот здесь. Запечатывают. Почему люди делают то, что они делают? Просто интересно. Какой дух в них вводит человек, так делает? И Богописание говорит, что, в конце концов, всех скорби, которые получают начертание антиквис здесь, они все получат такие тоже и пяточки. Смотрите, пожалуйста, Откровение 16-го. Откровение 16-го. Откровение 16-го. Т. antal fundament. И сделали жестокие и отвратительние, с чего? То есть, гнойные раны на лудя, имеющие начертание зверя и поклоняющийся образу его. Это отвратительное и гнойное... …» у вас здесь гнойные раны, да. Это проказы, и левит говорит в 13 главе, левит здесь говорит, это очень короче, кто-то говорит тему на москве, просто изучаем Слово Божие, просто так не надо, чтобы попал. В 13 главе, когда у кого появится на коже тело его, и на коже тело его сделается как бы язва проказы. То есть проказы, это олицетворяет грех в Библии, в общем, но те, которые принимают очертания звер и скорби, уже клича в уже конец этого периода, каждый из них, они получают уже проказы. Это Божий отпечаток. Мы не позволяли, чтобы Бог это сделал. Это очень такие интересные, глубокие такие вещи. Почему Святой Великимен выбрал все эти слова, которые связываются и дают нам интересное понятие, что здесь будет. И поэтому это все так физическое в мире, и поэтому в духовном плане, в духовном мире, братьям и сестрам, вы должны быть без этого мира, этих пачек. Когда мир говорит, сделай так, мы нах. Мир говорит, думай так, я не обязан думать, как ты думаешь. Аминь. Говорят, что ой, тебе нравится завтра. Аминь. Вписано, что крест, это было прокладом. Прокладом всех, которые были на веру, зачем или нет? Прокладом всех, как вы крестите, прокладом. Да, зачем мне? Апостоли так сделает или нет? Они не сделают. Или вы уехали? Так что вот, есть интересное такое применение этого послания Якова. С вами 1-2, и опять 27-й сфит. Чистое и непророчное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призерять сирот, и в долгих скорбях, и хранить себя неоскверденным от мира. Хорошо, хорошо. Давайте мы сделаем сейчас уже троги.